Бывают три цвета, как, ну, соответственно, объясняли дети. То есть вот эта помощница белая, она спящая, то есть она сильно не кусает. Вот эта, когда злая. Олеся Канищева едва сдерживает слезы, когда рассказывает, как в садике воспитывали ее ребенка. Вместо изучения букв, цифр и окружающего мира, малыши каждый день изучали так называемых помощниц, канцелярские кнопки. Оказалось, за непослушание один воспитатель держал ребятишек силой, а второй колол иглами детей в языки и ягодицы. Прошлый понедельник я зашла в ванну, ребенок готовился ко сну, то есть подмывался. Попа вся была в пене. Я еще так подошла, говорю, ты не смоешь, дай я. Начиная смывать, я увидела, что вся попа, то есть с левой стороны четыре такие дырочки были, как от уколов. А правая сторона вообще вся, то есть 14 штук дырок где-то было, то есть я насчитала 14. Сказать, что я обалдела, это ничего не сказать, я по стенке сползла. Оказалось, что воспитатели издевались над целой группой. Когда об этом узнали родители, стало понятно, почему малыши просили забрать их пораньше или вообще не хотели идти в садик. Мамы сразу же написали жалобу заведующей. Уверяют, добиться от воспитателя внятных объяснений невозможно. Да не может быть такого, что я воспитатель такое делала в детском саду. Вот, вот, и я не поверила, понимаете, не сразу поверила. Заведующая детского сада уверяет, ничего не знала об инциденте, но тем не менее провела собственное расследование и заключила. Канцелярские кнопки. Детская выдумка. Заявлений никаких не поступало. То есть это вот первое? Это первое. А вот в пятницу, да, я беседовала с законным представителем, с мамой, которая претензий пояснила не имеет. В следственном комитете посчитали иначе. После проверки возбудили сразу два уголовных дела, в том числе по статье об истязаниях. Воспитателей уволили из детского сада. В ходе следствия воспитатели не признали свою вину. В управление образования города Каннска направлено представление о ненадлежащем исполнении сотрудниками детского сада своих трудовых обязанностей, об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Заседания по делу пройдут в Каннском городском суде. Если вина воспитателей, которые, к слову, проработали в садике около семи лет, будет доказана, они могут сесть за решетку на такой же срок. Ольга Хохлова, Афонтова. Новости. Присодействие телекомпании «Пятый канал. Город Каннск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова